Добрый день, дорогие друзья! Вот и наступила новая рабочая неделя. На календаре 9 ноября, понедельник. Желаю, чтобы каждый день на этой неделе был удивительным, красивым и добрым. Желаю успехов в работе, большой удачи во всех делах. Хорошего всем настроения и приятного просмотра нашей передачи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброго дня всем, кто только подключился к нам, мы продолжаем нашу позитивную передачу «Куншуах» в прямом эфире. Я хочу представить вам наших гостей в студии. Это молодая рок-группа музыканты. Их группа называется «Проект А». Хочу с удовольствием представить вас, уважаемые друзья, нашим телезрителям Талгаджик Сагиреев, Валерий Фотовудинов и Оксана Жигалина. Добрый день, уважаемые гости. Рада вас приветствовать сегодня в нашей светлой и доброй передаче. Надеюсь, настроение у вас хорошее. Все хорошо, спасибо. Спасибо. Хотелось бы, конечно, сначала, чтобы вы рассказали нам о своей рок-группе, что она собой представляет, ну и, конечно, как вообще возникла идея заниматься музыкой, создать свою группу, что побудило вас. По очереди ты первая. Ну, у нас идея появилась достаточно внезапно. Мы хотели провести концерт в честь Дня смерти солиста группы «Линкен Парк». И собрали вот такую вот небольшую команду, с которой выучили большое количество песен из их репертуара. И планировали провести обычный концерт в Уральске, в Оксае. Вот. Но так получилось то, что из-за карантина у нас не было возможности. Мы придумали сделать по-другому и решили привести онлайн-концерт на площадке Ютуба и Инстаграма. Вот. Так и вышло. Ну и как? Идея удалась? Было классно. Смотрело около тысячи человек. Собрали это было интересно. Тот момент, когда это выглядело как репетиция, но в то же время нельзя было допустить ошибку. И после каждой песни не было аплодисментов. Это немного было... Немного смущало. Смущало, да. Странно немного было. Но мы попробовали. И в дальнейшем мы думаем, если, наверное, такая ситуация будет, может быть, повторим. Насколько популярна сейчас ваша молодая рок-группа? Где вы еще выступали? Ну, мы... В каких городах, может быть? Мы с разных коллективов. Мы просто решили собраться для этого просто мероприятия именно поэтому. Сейчас из-за того, что у нас все хорошо получилось, мы немножко начали продолжать. А так у каждого из нас опыт в отдельных коллективах. То есть у Оксаны вообще сольный проект есть. Вы барабанщик, сам? Я барабанщик, да, в другой группе. Вот Валерий. Я гитарист. Гитарист. Да. Но объединила вас всех любовь к музыке. Да. Насчет карантина, да, у нас был... Еще как бы дата поджимала. Но мы как-то придумали это все очень резко. И мы хотели сделать именно в начале июля. Это и конечная дата. Мы остановились на 10 июля на онлайн-концерте. И для этого у нас поставалось, по-моему, месяц, месяц и недели. И мы за этот срок создали все эти песни, сыгрались, то есть подружились вообще, познакомились. И отрепетировать. Отрепетировать, да. И, кстати, очень хорошо даже получилось. И запись до сих пор есть на ютубе. Она там по чуть-чуть набирает просмотры и оставляет положительные комментарии. Это же здорово. Да, это круто. А Валерия у вас, как мы поняли, недавно вступил в вашу группу. Да, мы познакомились вот в конце весны, получается. Мне, значит, друг ВКонтакте отправил пост, что в баре «Два колеса» будет драм-караоке. Вот будут ребята там выступать. Да, говорит, сходим. Ну вот сходили, значит, я их там видел. До этого только Толгат видел в годах 2012, когда он выступал тоже. В ДК «Молодежи», а вот остальных не знал. Вот посидели мы, значит, послушали. Мы моим фанатом. Потом на улице с другом сидим. И Толгат проходит мимо. Мы, значит, разговорились, пообщались. И через какое-то время он мне пишет, нам в группу нужен гитарист. И сможешь? Говорит, я попробую. И вот получилось. То есть вы сразу дали положительный ответ. Да, конечно. Замечательно. Я в группах до этого никогда не играл. Играл только дома. Дома, да, играл. В группы любые. Ну и как, нравится тебе в новом коллективе? Да. Все понравилось. Такие эмоции я еще не испытывал. Ладно. А я хочу напомнить, дорогие телезрители, как всегда, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к нашим гостям, то вы можете задать их прямо сейчас. Дозвонившись к нам по номеру 28-58-69 или же написать на номер ватсапа 837-264-15. Уже есть первый вопрос от нашего телезрителя Артема. Здравствуйте, Лаура и наши дорогие гости. Немного философии. Свойственно ли вам следующее выражение? Музыка – это то, где мы живем. Все остальное – дополнение. Оксана, что было ответить? Классно. Задумывались ли от этого? Это очень сложный вопрос. Вопрос на засыпку? Ну, Талгат, может, ты попробуешь пока, Оксана? Я думаю, да, наверное. Мы же, в принципе, везде поем, играем у нас в голове без наушников. Для нас, да. То есть музыка для вас стала неотъемлемой частью вашей жизни? Вы можете сказать? Она без наушников играет в голове, да? То есть регулярно. Да, музыка – это жизнь, да. А какая музыка вообще звучит в вашей голове, когда вот тишина, спокойствие, она, наверное, все время, да? Ну, какие-то там происходят моменты? Да, это одновременно как… Заниматься музыкой – это одновременно как и дар, и проклятие, потому что мы уже не можем нормально послушать музыку, потому что мы начинаем ее анализировать, разбирать, там, барабанные партии, какие-то гитарные партии, электронные партии, там, вокал оценивать. Вот. И это, ну, невозможно с этим как-то покончить. Вот. А музыка – нет. Музыка в головах звучит у нас абсолютно разная, любая. От поп-музыки современной до очень тяжелой музыки. Насколько большой репертуар у вашей группы? Ну, сейчас пополняется. Сейчас, наверное, мы… Ну, программа на два часа уже, наверное, найдется у нас. Ну, вот, не все понимают рок-музыку, согласитесь. А мы вот обошли немножко эту сторону, мы остановились на группе… Как вы находите отклик вот в сердцах ваших слушателей, фанатов ваших? Это в основном молодежь приходит или есть все-таки люди? Да, молодежь. В общем, такого среднего. Нет, ну, сейчас появились, да, кстати, люди среднего возраста, потому что мы немножечко сделали коммерческий ход, мы начали играть немножечко музыку. Не, она у нас простая, у нас легкая, то есть это не какой-то тяжелый рок, а очень простая музыка. А песни несут какой-то смысл свой? Да, да, то есть… Потому что многие осуждают, что вот сейчас… А, ну, да, 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 сейчас тенденция другая. Тенденция тратили свой смысл вот в наше время, не то, что раньше, они несли какой-то добрый посыл, воспитывали именно в нравственном, да, таком-то значении, а вот сейчас песни тратили. Я думаю, в живой музыке именно, вот, как у нас, допустим, смысл был неотъемлемой частью, то есть текст – это неотъемлемая часть этой музыки, поэтому, ну, может быть, в других жанрах немножечко смысл потерялся, но в живой музыке он всегда есть, ну, как правило, это должно быть прям смысл, то есть обязательно. Вот, поэтому текст он всегда наполнен смыслом, каким-то посылом, но есть «но», бывают песни, которые, ну, скажем так, просто тексты очень простые, да, такие добрые и легкие, какие-то шуточные, да, какие-то такие тексты. Которые просто поднимают нас, да, 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 особенно сейчас, да, в наше время. Спасибо, есть такой вопрос от нашего жителя Уральска Оксана. Тестка ваша, сложно ли пробиться молодым на сцену? Какие затруднения вы преодолели, в том числе творческие? Интересуйтесь. Тотов, ты как, от лица новенького. Я пока подумаю. Давай ты. Ну, на самом деле, если есть желание, то добиться чего-то, в принципе, не составляет труда, потому что, ну, каждый из нас когда-то был новичком, играл кто-то на барабанах, кто-то на гитаре, кто-то пел дома перед зеркалом. Любый. Да. И, конечно, каждый задумывался, то, что он бы хотел вот играть в группе и быть популярным, но, по сути, это не так сложно, если у тебя есть известные, не известные, а знакомые друзья, которые также играют на каких-то инструментах, то ты можешь просто... То есть обязательно должны быть какие-то знакомые друзья, чтобы пробиться на сцену? Нет. Ну, опять, да, желательно познакомиться с нами, потому что нужен же коллектив все-таки, и в плане попасть на сцену, это тоже некий коллектив рабочий, да, то есть сценический коллектив, с ним тоже надо каким-то образом познакомиться. То есть, ну, вообще во всем мире... То есть одному человеку будет, конечно, сложновато. Да, гораздо сложнее. Просто в этом мире есть какая-то такая тенденция, когда человек чем-то занимается, ему как бы судьба сама подкидывает нужных людей, нужных, ну, то есть какие-то вещи, да, то есть и... Ну, и человеку, у которого не было ничего, в конце, там, по пути, на своем творческом пути, он потом в один момент просто туда оборачивается и понимает, откуда у меня все это, ну, я считаю, что это какая-то космическая карма. Следующий вопрос. Из чего состоит ваш сценический образ? Ну, вот сейчас вы в своем сценическом образе, мы видим шапочку толкать на вас, футболочки такие, с надписями такими-то. Ты как-то... У вас, наверное, конкретного образа нет? Да. Мы всегда одеваемся как-то, случайно, да. У нас барабанщица, по-моему, не красится, а ты... Ну, у нас как бы нет общего какого-то сценического образа, потому что у нас каждый, ну, что-то из себя представляет, и зачем подстраивать всех под одного? То есть вы ни под кого не подстраиваете, ни под кого не подражаете? Нет, у нас каждый выглядит так, как ему нравится и так, как он хочет. Приветствуется, я поняла, естественность. Да, да. Так как мы смотрим на Оксану, она тоже такая скромная, выглядит очень... Не то что, да, в представлении некоторых, хотя есть такие вот рок-музыкант, рок-певица, значит, она должна выглядеть очень ярко. Да, да. Следующий вопрос. Кто ваши слушатели? Какого возраста в основном? Ну, так как, я думаю, мы с Валерой уже, в принципе, мы совсем тоже уже не молодые. Ну, наверное, ну, вот... Ну, все равно, наверное, лет от 15, наверное, до 30... До 35, скорее всего. Вот, 35, да, но не старше уже. Спасибо. Вопросов очень много сейчас поступает. Видимо, наша тема очень заинтересовалась. Телезрители это радует. А я хочу напомнить, дорогие друзья, что вы можете также позвонить к нам по номеру 28-58-69 и задать напрямую свой вопрос нашим рок-музыкантам. Вот такой вопрос от Анны нашей, Алены телезрительницы, вернее. Добрый день, дорогая Лаура. Я обожаю рок, конечно, душой и сердцем живу в 80-х и 90-х годах, когда была просто самая, что ни на есть, что ни на есть эра тяжелой музыки в общем. На ваш взгляд, каковы перспективы рока среди всех жанров музыки? Каким вы видите его будущее? Спасибо. Всех благ и больших высот. Это вопрос к тебе про 70-е. Про 70-е, жаль, мы не доставили эти времена. Тебе было 20 лет. Нет, у меня еще не было. И мне кажется, вот сейчас рок-метал-музыка, она не особо популярна по сравнению с рэпом, с поп-музыкой. Но мне кажется, она еще вернется. Ну, кстати, да, недавно на вечернем органте выступала очень тяжелая группа, это было как-то даже странно, ну, это было и круто, и странно, но это было, да, неплохо. Неожиданно. Такое ощущение, что немножечко все, кажется, возвращается заново, то есть, ну, ну, мне это кажется, я смогу быть неправ. Еще вопрос от нашей зрительницы в Уральске. Раньше сложно было купить хорошую гитару, а где вы приобретаете свои инструменты? Ну, скорее всего, чтобы купить какой-нибудь качественный инструмент, не в обиду местного магазина нашего, но лучше бы купить за границей, лучше бы заказать. Ну, потому что у нас, нет, магазин тоже можно понять, потому что они не возят, так как спрос маленький. И спрос уже, да, наверное. Да, есть школьники, которые начинают, да, играть, зачем вам дорогие гитары, по сути, как бы. Профессиональных музыкантов очень мало, как бы, и поэтому, ну, там в основном такие гитары для начинающих, и нам инструменты, скорее всего, мы заказываем уже с каких-либо сайтов, ну, за границу, в общем. Потому что это очень сложно найти, еще подобрать инструмент под каждого, вот, и, ну, у нас таких пока нет. Еще такой вопрос. А на каких еще инструментах умеют играть ребята? От наших зрителей? Давай. У нас Оксана мультиинструменталист. Она умеет играть на барабанах. Очень интересно. Поет, читает рэп. Играет на гитаре, и она профессиональная клавишница. Угу, Оксана. Ну, я могу рассказать про Талгата теперь. Он, ну, главный барабанщик, мне кажется, нашего города, в принципе. Спасибо. Ну, нельзя поспорить, но на нашем концерте онлайн он попробовал себя в новых ролях. Он был у нас и клавишником, и гитаристом, и даже вокалистом, и у него это отлично получилось. Спасибо. Мы видим, сегодня вы пришли к нам с гитарой, а не с барабаном. То есть, когда вы освоили этот инструмент? Нет, я со школы, в принципе, занимался. Но больше у вас душа, конечно. Конечно, да. Взял к барабану. Насчет клавиш и вокала мне помогала Оксана, без нее я бы не справился. В плане гитары мне помогал Валера. Ну, мне пришлось обратиться за помощью, потому что я не успевал. И для меня это немножко что-то новое было. Валера у нас гитарист-гитарист. Только гитарист. Ну, он гитарист всем гитаристом. Но при этом он играл тоже на клавишках на нашем концерте. Да, кстати, да. Молодцы. Давайте не будем тамить наших телезрителей. Все-таки послушаем вашу первую музыкальную композицию. Эта песня называется «Мелочь в исполнении» Оксаны Уфигариной. Оксана, как вам удобно? Доброе утро. Сидим, можете. Спасибо. Ночью подъезда музыка детства, давай не будем взрослеть. Мятая пачка, вкус от жвачки, я могу вечно смотреть. Как ты куришь одну за одной, длит на губах сигарета. И кажется, мы целое одно, и мне не верится в это. Снова пропал, которые я сутки, мне не уснуть проклятые мутки. Редки звонят все время на трубки, я перестала писать тебе. Мелочь. В кармане значит все в порядке, в телефоне есть зарядка. А мы в метро играем в прятки, все по кругу. Мелочь. Внутри людей так много желчи, проходит время, но не лечит. Мы так же избегаем встречи друг без друга. Что делать дальше? Прыгну в ближайший и на конечный сайте. Все как-то сложно, снова пропущенный, ты меня не сможешь найти. Я переберу каждый момент, каждое мне обещание. Верила тебе, а что взамен? Отпустила я, прощаю. Дрожь от того, что еще малое, сложное все о многом не знаю. Снова звоню, ты снова сливаешь, я так устала писать тебе. Мелочь. В кармане значит все в порядке, в телефоне есть зарядка. А мы в метро играем в прятки, все по кругу. Мелочь. Внутри людей так много желчи, проходит время, но не лечит. Мы так же избегаем встречи друг без друга. Мелочь. Все по кругу. Мелочь. В кармане значит все в порядке, на телефоне есть зарядка. А мы в метро играем в прятки, все по кругу. Мелочь. Внутри людей так много желчи, проходит время, но не лечит. Мы так же избегаем встречи друг без друга. В кармане значит все в порядке, на телефоне есть зарядка. А мы в метро играем в прятки, все по кругу. Мелочь. Внутри людей так много желчи, проходит время, но не лечит. Мы так же избегаем встречи друг без друга. Все по кругу. Друг без друга. Спасибо, ребята. Я хочу еще раз, дорогие телезрители, напомнить средства нашей связи. 28 58 69 номер прямого эфира и номер ватсапа 8 37 264 15. Есть у нас телефон и звонок на линии. Алло, добрый день. Здравствуйте, Лаура. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы к нам звоните? Меня зовут Тимур. Я ваш представительный зритель, Туральска. Рада вас слышать, Тимур. Очень интересная сегодня тема. Даже сказал бы по душе. Много приятных моментов, помнишь, и с детства. Так сказать, сам... Мне в основном 30 лет, и как бы я сам вырос на роке, можно сказать. Именно вот 90... Рок или металлика. Именно рок или металл в стиле, которые были популярны в 80-90-х годах. Вот моя любимая группа – это «Рамштайн». С ней, наверное, я ее вырос. Думаю, все ее знают. И у меня вот такой вопрос к нашим зрителям. Ну, вот та же группа «Рамштайн» была популярна среди всех. И среди любителей рока, скажем, и даже среди тех, кто не совсем любил рок. Но все равно она была на слуху. Есть ли у вас такое желание, скажем, сделать такой стиль рока, который будет, скажем, популярен и по душе, и, скажем, и рок-аудитории, и нелюбителям рока, скажем. И тем более учитывая, что сейчас время, время ТикТока, время Инстаграма, как-нибудь вы стараетесь, скажем, может быть, смешивать свои стили, скажем, как-то с поп-культурой современной, которая сейчас превосходит намного рок. Как вот? Вот у меня такой вопрос. Спасибо вам, Тимур, за ваш вопрос. Сейчас обязательно ответят наши гости. Как вы считаете? Ну, насчет того, что, допустим, наш концерт, вернемся опять к нему, Ленкен Парк, как бы металлика, и аудитория, как бы, должна быть достаточно ограниченной. Но, тем не менее, все прекрасно понимают, что такие песни Ленкен Парк, как Numb, In The End, знают практически все. Поэтому при подборе программы у нас был учет, первую, допустим, часть песен, которые мы выбирали, мы выбирали то, что знает большинство, то, что слушают все, то, что все может понравиться. А во вторую очередь уже мы подбирали те песни, которые мы бы хотели сами играть. То есть тут, в принципе, мне кажется, про любую группу можно так сказать. И, в принципе, Ленкен Парк это же хип-хоп, это рэп, это поп-музыка, это легкий такой, ну, рок, хотя мы пару песен, по-моему, тяжелых сыграли. Рамштайн это, скорее, такая группа, наверное, у которой запоминается больше гитара. Вот она звучит, и всем заходит она, и это... Не согласен еще. Там клавиш, мне кажется, больше. Ну, в принципе, инструменталы. И, например, сейчас мы тоже, когда делаем какие-либо свои композиции, мы стараемся сделать это, то есть работаем над, например, хитовым припевом, чтобы это запоминалось, чтобы какая-нибудь там строчка заедала в голове. И, то есть, ну, если, типа, строчка заедает в голове, тоже какой-то плюс большой музыканту, значит, он оставил в сердце, там, у человека, который прослушал первый раз его музыку, значит, он оставил, типа, положительную, хорошую такую точечку в его сердце поставил. Вот, если человек, который впервые в жизни послушал музыку нашу, например, ему запомнилось, это круто, значит. Но мы постараемся пока так делать. Конечно, да, балансируем, потому что, ну, насчет жанров, я думаю, мы вообще, да, то есть, ну, разграничены. От поп-музыки мы можем поиграть, да, до тинейджерского панка до какого-нибудь хип-хопа, причем живьем это играть. Уже были такие претенденты, вот, я думаю, ну, вообще абсолютно, конечно же, готовы смешивать, готовы экспериментировать абсолютно со всеми. То есть, вы готовы к экспериментам? Спасибо. Давайте посмотрим фрагмент из вашего концерта. Сейчас наши телезрители могут воочию послушать и оценить ваши вокальные данные, ну и, конечно, вашу игру на инструментах. Итак, внимание на экран. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, звоните к нам и пишите по указанным номерам на ваших экранах. Я хочу зачитать еще такой вопрос от нашего телезрителя Арсения. Добрый день, Лаура. Солнце, к счастью, не перестает нас радовать, как и ваша передача «Куншуак». Продолжайте нас радовать в том же духе. Вопрос к нашим героям. Рифмы и глубокий смысл – это вещи, которые свойственны и исполнителю, и писателю. Насколько вы дружите с поэзией? Вам с ней приходится сталкиваться? Правда? Расскажите о ваших любимых писателях. Вот такой вопрос. Пока вы думаете над ответом, я приму еще телефон и звонок на линии. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, рада вас слышать. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Айгуль. Очень приятно, Айгуль. Слушаем вас внимательно. Мне тоже очень приятно, Лаура. Я хочу спросить у ребят, видели ли они одержимость. Я как-то посмотрела этот фильм и вообще была поражена не столько даже музыкальной стороной. Это фильм о молодом музыканте, сколько психологической стороной. Вот его становление, воспитание себя как музыканта. Это был очень вообще человек, молодой музыкант. Он прошел... Да-да, Айгуль. Алло. Да-да. Продолжайте. Это фильм о молодом барабачике. В общем, там все у него было и в крови пальцами, и бессонные ночи. Он пошел на такие жесты, что даже отказался от встречи с любимой девушкой. Вот у меня первый вопрос, на какие бы жертвы могли пойти ради музыки, ради гениального звучания наши ребята, гости в студии. И второй вопрос в том, что у него там был наставник очень жесткий. И как бы вот, какого бы наставника они бы предпочли вообще? Что им больше нравится, пряники или кнут? Что их больше подстегивает? Очень интересный вопрос, Айгуль, вы заставили наших героев сейчас задуматься. Спасибо вам огромное. Шашлан, Талгат, я смотрю, вы смотрели этот фильм? Да. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Еще пока на предыдущий можно, да, отвечу про поэзию? Я стихи не люблю, я читаю очень тяжелых авторов, как Джордж Оруэлл, Рэй Брэдбери, Эрих Мария Ремарк. То есть, ну, такие, чтобы жизнь медом не казалась. То есть, я не люблю стихи. То есть, поэзии не дружите? С поэзией я, наверное, не дружу. Любимых писателей, как таковых, у вас нет? Скорее всего, да, мы читаем нечто, наверное, интересное, более как-то больше по каким-то романам, рассказам, нежели по поэзии стихов. Потому что, ну, раньше стихи клали на музыку, а сейчас приходится писать текстов, потому что, ну, как бы методика выросла. И сейчас стих может не попасть под песню, и приходится, как бы, ломать, резать. То есть, ну, легче придумать заново. Вот. А на вопрос про барабанщика, да, нам что, нравится, кнут или пленник? Одно другому не мешает. Ну, у нас, да, у нас, кстати, мы с Валерой, например, очень вообще жесткие в плане репетиции. Вот у нас на предыдущем клипе еще двое ребят в группе есть. То есть, я занимался с нашей барабанщицей. То есть, мы, ну, ритмы отрабатывали с ней полностью. Валера занимался нашим басгитаристом. То есть, и он у нас, ну, как бы, человек такой ветреный, легкий-легкий. Поэтому Валера, как бы, ставил, то есть, очень, как говорится, жесткие методы. И, ну, одержимость, да, я помню. По поводу фильма. Фильм одержимость очень крутой, да. Но там есть немножечко такое одно «но», когда, ну, мне кажется, что в фильме он как личность остался плохой человек. А в плане то, что жертвы, да, были жертвы уже, как бы, в молодости. Ну, у меня так было. Очень много лет назад ты тоже как-то раз пожертвовал, ну, репетиции, ну, то есть, девушкой ради, там, репетиции с парнями. То есть, расстались девушки свои. Да, конечно, потому что, ну, ну, была учеба, была музыка, да, и, ну, не было такого. Но вы не жалеете об этом сейчас? Конечно, нет, нет, конечно. Потому что, ну, в том возрасте это, ну, то есть, это не главное, это не нужно, вот, и хотелось как-то, ну... Ну, в любом случае, вам же нужно строить свою личную жизнь, вам придется делать выбор. Ну, это сейчас можно, да, делать, а тогда, тогда вот так надо было сделать, ну, иначе не было бы, ну, я бы сейчас, по крайней мере, не сидел бы сейчас здесь. Вот, и это было очень много лет назад, поэтому я, в принципе, понимаю этого барабанщика из фильма, да, и... Но в плане жесткости наставника, я думаю, мы, наверное, ну, в каком-то... у нас нет вот этой экспрессии молодежной, мы уже когда-то, ну, то есть, она у нас упала очень давно у всех. Нет вот этой эмоциональности, мы все решаем спокойно, хладнокровно, и, я думаю, мы бы, наверное, даже отказались от наставника, да, потому что самим все-таки интереснее копать землю. Сами себе наставники. Ну, да-да-да, вот, и интересно просто самим, наверное, да, копать землю. Носом, чтобы не зналось. У меня наставников не было, я даже не знаю, каково это, я самоучка, поэтому я бы хотел, наверное, попросил меня. Ты хотел, я, 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 я. Ну, вот, допустим, у меня, наоборот, был наставник, когда я занималась игрой на фортепиано, и моя учительница, она совмещала в себе как раз-таки крутый пряник, и это, мне кажется, очень важно, потому что, когда нужно, тебя пинают, чтобы ты что-то делал, и это приносит свои результаты. Когда нужно тебя поддерживать, с тобой мягко обращаются, и это тоже очень сильно влияет, поэтому, мне кажется, одно без другого вообще никак. То есть, Валерий, а вы на какие жертвы пошли бы? Ради музыки, ради славы, вот как задала вопрос. Ради славы, наверное, я славы не ищу, мне просто нравится сама музыка, и все. А жертвы, ну, не знаю. Ну, тоже, в принципе, да, по сути, репетиции, это же время, да, но я бы на это тратил время, мне не жалко, на мой. То есть, музыку вы ставите? Почти на первое. На первое место в своей. Так и есть. Спасибо. Еще такой вопрос от нашего телезрителя, вернее, телезрительницы Ильнары. Ребята, 2020 год придумал для нас новое понятие, это дистанционное представление информации в любых сферах. Некоторые компании всерьез даже задумываются над постоянным введением таких единиц, как это все сказалось на вас. Всем известно, что вы давали онлайн-концерт. Каково это, работать без зрителей и просто на камеру? Это был хороший опыт для вас? Я думаю, да, но так надо делать очень редко. Это плохо. Это была вынужденная мера. Ну, мы попробовали, было интересно в первый раз. Я думаю, будет интересно во второй, но уже в третий нет. То есть, все-таки, ну, не хватает... Живых эмоций. Да, то есть, не хватает аплодисментов. Ну, то, ради чего мы, в принципе-то, играем. Мы же выходим на сцену ради людей и, как бы, ну, мы этим живем, подпитываемся энергией, как аплодисментами к следующей песне, допустим. Вот, мы по публике, мы можем понимать, если, там, аплодировали сильно и громко, это значит, мы, ну, хороши, да? Когда есть крики такие, аплодисменты. Да, поэтому, ну, типа, это вот тот самый момент, ради чего, в принципе, люди выходят на сцену. Поэтому я думаю, ну, онлайн-концерт — это вынужденная мера, с которой приходится мириться, и пока, ну, для нас другого выхода пока нет. Вот. Зато не так сильно волнуешься. Ну, да, кстати, да. Потому что ты не видишь перед собой толпу людей, которые вот так вот на тебя смотрят. Нам обозначали, что уже, говорит, по тысяче человек начинают, говорит, ну, типа, просмотром в Инстаграме и в Ютубе. И, как бы, панический страх какой-то есть, но в то же время его нету. То есть, просто от одной цифры мы удивились, ну, и все. То есть, а также, ну, как будто бы репетировали. Вот, поэтому. Спасибо, Талат. Вот. Валерия, давайте вы ответите на данный вопрос, следующий от телезрителя Асхата. Здравствуйте, наши дорогие гости, знакомы ли вы с творчеством казахстанского исполнителя Скриптонита? Я считаю его одним из тех людей, кто старается дать новую жизнь рок-музыке только в новом современном и молодежном ключе. И, кстати, у вас примерно похожие стили, по моему мнению. Можете тоже выполнять? Я, к сожалению, его особо так не слушал. Не знакомы с его творчеством? Не особо. Валера, на первом месте группа Любест тогда. А вы, Талат, Оксана? Ну, конечно, знаем Скриптонита и... Недавно играли его на репетиции, да? Ага. Ну, Скриптонит, я бы не сказал, что это рок-музыка. Ну, у вас сходишь? Ну, так говорит-то. Ну, может быть, с его первым альбомом что-то есть, да. А вот так нет, в основном, наверное, нет. Все-таки... Разный жанр. Но в то же время это крутая музыка, в принципе. Вот. И... Ну, он делает, да, крутые вещи. Но это немножко другая сторона. Это другая тема. Это немножко не наше поле. Вот. Но он крут. Несомненно. Спасибо. Давайте послушаем следующую музыкальную композицию в исполнении Оксаны. Пожалуйста. ПОЕТ Закрываю дверь квартиры, отключаю все мобилы, Недоступно для тюбилов, Потому что я влюбилась в тебя. Тупого наклица, Чего же? Отчего же? Все потому что Дура-дура, супер-дура, дура-дура, Потому что Дура-дура, супер-дура, дура-дура, Потому что Дура-дура, супер-дура, дура-дура, Потому что Дура-дура. Я увидела твой взгляд, Заструйный на мне, Ты рукою помахал, я помахала в ответ Ты пошел ко мне навстречу, это было как глупо Ведь за спиной у моей стояла твоя подруга Все потому что дура-дура, супер-дура, дура-дура Потому что Дура-дура, супер-дура, Дура-дура Потому что Дура-дура, супер-дура, дорогой Потому что Дура-дура Ты позвал меня на встречу Ты позвал меня на встречу Я готовилась весь вечер Выбирала, что мне те дни И стрепала свои нервы Пришла, ждала Почти два часа Ты написал Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. Вот такая легкая, веселая песня. Спасибо вам за настроение, за то, что вы подарили сегодня нашим зрителям такие эмоции, настоящие эмоции, я думаю, подняли настроение, оживили сегодня наши эфиры. Ну и остается у нас до конца передачи всего лишь 5 минут, и хотелось бы, чтобы вы еще ответили на данный вопрос. А в чем все-таки заключается секрет вашего успеха? Секрет успеха группы «Проект А»? В том, что мы делаем то, что нам нравится, и у нас это получается. У нас есть друзья, которые нас всегда поддержат, которые где-то подскажут, что мы делаем не так. Ну и главное, то, что мы верим в себя, мы верим в то, что мы делаем, и от этого у нас все получается. Я, в принципе, солидаренствую, не могу дополнить даже. Взаимно. Скорее, Оксана сказал за нас всех, да. Вам спасибо большое за сегодняшний эфир, тоже было необычно, круто. И, ну, всегда выступать или перед камерой, или перед зрителем, это очень волнительно. И я, например, первую песню очень немножечко сложал от волнения. Ну, впредь такого не повторится. Спасибо вам большое. Ну и в заключение, ваше пожелание всем нашим телезрителям, вашим фанатам, вашим зрителям, слушателям, которые ждут, не дождутся ваших концертов. Пожелаю всем слушать хорошую музыку, чтобы у всех было хорошее настроение всегда, ну и не болеть в наше время. Я, наверное, пожелаю скорейшего прекращения пандемии, скорейшего прекращения пандемии и нам собрать олимпийский и выступить у вечернего органта. Я хочу сказать спасибо, что нас слушают, нас поддерживают, в нас верят, потому что без этого мы бы не сидели здесь как минимум. Ну и пожелаю всем делать то, что им нравится, стремиться к тому, чего они хотят достичь, и чтобы у них все получалось. Спасибо за хорошие вопросы. Вопросы очень классные были сегодня, на самом деле. Тимура и Айгуля сегодня звонили, ну и, конечно, на WhatsApp, как вы обратили внимание, поступало очень много таких интересных вопросов. Спасибо большое. Да, кстати. Вопросы были необычные, интересные, и, ну, видно, что люди, ну, как бы, одной ногой все равно разбираются, и это уже хорошо, это классно. Спасибо всем большое. Все. Мне остается поблагодарить вас также за участие в нашей передаче, пожелать вам творческих успехов, больше креатива, новых каких-то идей, планов, чтобы они обязательно осуществились. Спасибо. И, конечно же, мы надеемся, что в скором времени действительно карантин закончится, пандемия закончится, и мы попадем к вам на ваши концерты, будем аплодировать уже на ваших концертах. Спасибо большое. Удачи вам и процветания в вашей группе. Что ж, вот и пролетело быстро время, отведенное для нас в эфире. Проведите эту неделю как можно лучше. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова